всем привет всех с праздником с 1 мая наконец-то все ограничения на работу закончились официально начинается трудовая как сказать почти квартал даже не почти как квартал трудовой почти до май июнь июля август когда мы все будем дружно трудиться на дачах на огородах и так далее у нас уже очень тепло правда сегодня ветер уже деревьев многие покрылись листой даже не верится господи мы дождались сегодня хорошая солнечная погода и я еду забирать очередную новинку еду в магазин череночек заберу там пришла мне одна единственная малюсенькая краску ну ничего не поделаешь приходится ехать забирать хотя это практически на другом конце города от меня на метро сел ты поехал вот и покажу заодно еще и то что я уже забирала там но не смогла снять видео как следует вот уже пересадила в телеграм канале кто подписан уже видели мою новинку вот а кто не подписан сегодня посмотрите заодно так что всем хорошего просмотра ехала я на станцию метро Нарвская сейчас пойду в магазин забирать свой цветок я уже сто раз конечно снимала все это дело но ворота эти Нарвские очень красивые вот немножко с необычного ракурса как раз из метро выходишь и вот эти ворота погода сегодня просто чудо посмотрите небо какое голубое облаков нет ничего нет и вот здание метро очень красивые двери очень гармонирует как раз с напротив стоящими Нарвскими воротами в цвет покрашено все это как-то в одном ансамбле смотрится довольно симпатично вот такая площадь вот там против солнышка а вот там вдали Кировский универмаг там часто проходят разные выставки цветов прямо напротив магазина череночек вот такая красивая церковь очень здесь ветрено не знаю слышно меня или нет очень там сильный сильный ветер красивая церковь такая все время ей любовь когда приезжают все иду довольная забрала растюху выяснилось что под этим названием была краска которая у меня уже есть плюс она пришлась такая переросшая ну такая подвытянутая ну что делать пришлось забирать вот и плюс я еще естественно сходила в наличие посмотрела и взяла ну эхиверию кубик фроста у меня такой нет такая она ну прикольненькая она дутенькая посажу пускай растет жалко их там видолак они там такие все подубитые ну она такая ну в более-менее нормальном состоянии так что я решила ее взять себе ой вообще солнышко в лицо так хорошо все поехали домой я приехала уже домой распечатала свои новиночки здесь и новинки которые я привезла сегодня и новинки которые я привезла на днях не так давно все из одного магазина вот эти вот я забирала сегодня вот это вот красу называется она вот так вот видите красу эксилис но судя по тому что я вижу и потому что у меня есть я считаю что это одно и то же растение у меня данная красула под названием макулата пятнистая вот как считаете очень похожи да они друг на друга думаю что это все таки одно и то же растение вот в таком состоянии пришли данные красула они все идентичны друг другу в каких-то горшках было по одному в каких-то по два растения и везде 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 вот такие вот молодые побеги ну молодые побеги под вытянулись довольно таки так хорошо приличненько под вытянулись поэтому я их все уберу обстригу и придется и вот центральный побег тоже убрать и буду ждать когда она нарастит что-то приличное посмотрим что из этого получится вот такая вот еще хиверия меня зацепила называется она вот так кубик фрост хиверия чуть-чуть ее налет поврежден довольно симпатичная растеница мне она понравилась я смотрела картинки в интернете как она выглядит во взрослом состоянии такая симпатичная у меня есть похожая на нее называется она тупси турви в данный момент она у меня укореняется я ее омолаживала чуть-чуть похожи они друг на дружку и тупси турви и вот эта новинка моя кубик фрост дальше вот такой красивый пузатик смотрите какая симпатяка это вот надпись эуфорбия абесса ой я очень хотела такую эуфорбию просто вот очень-очень мне она прям так сильно нравится но я хотела вырастить ее из семян я покупала семена наверное раза два она всходит всходит но не растет я не знаю почему не растет она у меня никак хотя это молочай и молочай и семян довольно быстро проклевываются и активно растут но только не у светы видимо у меня не хватает для нее освещения чтобы она была красивая пузатенькая как и положено единственный молочай который взошел у меня из семян вот из таких из более благородных сортов это вот такой красавчик вот тоже покупала я два семечка семечки довольно дорогие я подпишу название сорта на экране потому что я забыла как она называется очень красивое растение это тоже семейство молочаев эуфорбия вот и вот из двух семечек выжила у меня только одна но потихонечку растет надеюсь будет продолжать расти что я его не потеряю это растение ой вот такой вот процесс выращивания семян конечно легче купить нормальное растение и не париться да но все-таки интересно и вот так смотрите как она росла у меня уже церапегия такая длиннющая я ее дожду приколола чтобы она укоренилась то поползла такая змея и еще одна новиночка это уже суккулент из того же магазина покупала я ее вместе вот с этой вот эуфорбии и также я ее взяла из наличия как и вот эту подружку смотрите какая интересная такие интересные у нее коготки красивая довольно таки очеверие и называется она вот так вот чихуахуа ну на самом деле название у нее довольно таки прикольно звучит чихуахуэнсис она называется мне очень понравилось прикольная растюха надеюсь что мы с ней подружимся и она вырастет красивая у меня вот такая вот пересаживать растения мы с вами сегодня не будем потому что у меня к сожалению нет горшков пересаживать мне некуда я планировала сегодня заехать в магазин в котором хотела прикупить горшки такие же как у меня и для остальных моих суккулентов но к сожалению закрыт был магазин сегодня 1 мая выходной и у этого магазина тоже выходной хорошо что я не поехала а посмотрела сначала объявления в группе вконтакте этого магазина и узнала что не надо ехать а так бы прокаталась бы почем зря вот осталось дело за малым съездить наверное уже на следующих выходных наверное на неделю мне не получится съездить прикупить горшочков я хочу вот взять вот такие горшки семерочки штучек 10 или 20 и как-то вот не знаю надо все это дело здесь размещать думаю что поменяю местами вот эти вот контейнеры не местами а по-другому расположу они у меня сейчас располагаются вот так вот вдоль а я разверну чтобы как бы длиной она была вот так тогда сюда влезет еще один контейнер и в него можно впихнуть еще маленечко горшков надо куда-то все это дело пристраивать потому что суккулентная коллекция у меня все пополняется и пополняется и я так полагаю что она и будет пополняться потому что растения прикольные растения красочные растут медленно сохраняют форму поливать их не надо толком прям растения для меня потому что у меня сейчас с поливом прям беда какая-то все все у меня засыхает пересыхает и так далее и еще одну новинку я вам сейчас покажу которую я покупала не в магазине череночек а в другом но тоже ездила буквально вот двадцать девятого наверно числа за ней или двадцать да двадцать девятого числа забирала а сейчас мы ее с вами посмотрим три пришла я на кухню там где стоят мои антуриумы для того чтобы показать вам еще одну новинку посмотрите какой появился у меня красавец это антуриум шерцера а может быть шерцера я к сожалению не знаю как правильно произносится это слово поэтому прошу меня заранее извинить если кому-то резануло слух так покупала я его из голландской закупки под названием этот сорт шел как крестин вот такие вот огромные у него цветы вот так вот закручиваются поросячьи хвостики покрывала просто гигантского размера вот немножко они пострадали чуть-чуть порваны но ничего страшного я надеюсь что скоро он у меня зацветет и покажет свои цветы во всей красе зацепил данный сорт меня своей интересной листвой посмотрите какая у него листва у него такой красивый сжатый лист и смотрите такой есть ободок по краю вот и такая вот прям сжатость по листу вообще листья у антуриумов данного вида немножко отличаются от листьев антуриумов андре вот видите у них нет ушек как вот у стандартных листьев да вот этих сортов точнее виды да это все-таки разные виды шерцера и андре разные виды вот очень зацепил меня своей листвой даже не цветами а именно листьями вообще антуриумы шерцера я не люблю признаюсь честно мне они не нравятся именно за вот эти вот их свернутые цветы но хотя бы один в коллекции да надо все-таки иметь и попробовать повыращивать его ну посмотреть как он будет у меня расти будет ли он у меня расти вообще или нет такой вот красавчик я его уже пересадила в свой субстрат делала это без вас не показывала потому что как всегда все это дело происходит у меня по ночам а по ночам снимать не очень-то и удобно вот такой вот грунт выглядит он вот так состав абсолютно одинаковый у меня у всех антуриумов это чипсы кокосовая мелкая кора мелкий керамзит уголь перлит добавила немножко верхового торфа вот такой вот стандартный грунт надеюсь что ему понравится и он будет расти не знаю говорят что они капризные антуриумы посмотрим как пойдет вот такой красавец ну и вот так выглядят мои сейчас цветочки 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 и мою не мытое на кухне окно надо будет собраться мне и на следующих длинных выходных помыть вот холодно еще на улице хотела помыть в эти выходные но как-то было зябко и побоялся простыть вот надеюсь что получится у меня на следующих длинных выходных помыть окошки и смотрите юл тачка тоже уже почти что почти что распускает третий бутон красавица моя ну вот и все на этом буду видео сегодняшнее заканчивать такие вот у меня появились новинки буквально вот за неделю полторы в основном это суккуленты и ожидаю я еще суккуленты заказала из Москвы посылочкой потом покажу не буду сейчас рассказывать что это а то будет неинтересно смотреть когда получу тогда я вам все покажу расскажу немножко поменялись у меня приоритеты в цветах вот уже уже не знаю чего хочу не знаю хочу ли вообще я чего-то как-то странно себя ощущаю поэтому свой взгляд сейчас перевела именно на суккулентное растение у меня сейчас как-то все не складывается с поливом я стала пересушивать очень сильно растение они стали страдать как-то стали плохо расти плюс то одно то другое в общем ну в общем вот так вот вот поэтому сейчас ничего такого нового не буду покупать вот именно из декоративно-лиственных растений просто вот просто нету у меня ни возможности ни желания придет еще несколько суккулентиков и не знаю буду ли я вообще еще что-то покупать вот хотя сезон только начинается да и вот посылки и так далее но вот пока настроение у меня такое ну будем надеяться что все наладится настроение поднимется желание ухаживать за цветами вернется так что поживем увидим спасибо всем огромное за просмотр пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока-пока и